Наше кругосветное путешествие продолжится в России. Она включает в себя 30 уникальных мест. Сегодня мы перенесемся в культурно-исторический ансамбль Соловецких островов. На западе Белого моря, рядом с Северным полярным кругом и в 250 километрах от Архангельска, находится Соловецкий архипелаг. Соловецкий архипелаг включает 6 островов, хранящих множество памятников археологии, древнейшие из которых датируются тысячелетиями до н.э. Это дольмены, стоянки древних людей, курганы-могильники и лабиринты из камней в форме спирали. Специалисты считают, что эти сооружения эпохи неолита служили местами, где древние жители этих мест совершали свои магические обряды. Уже в нашу эру на архипелаге построены более современные строения – религиозные, военно-оборонительные, гражданские, культовые и гидротехнические. Каждый памятник архитектуры и культуры, гармонично сочетающийся с суровой и величественной природой, обладает исключительной, присущей только ему ценностью. Природа на Соловках также уникальна. Летом здесь можно застать удивительное зрелище. В июне начинается сезон белух, и из года в год на протяжении сотен лет сюда приплывают белухи для рождения и обучения детенышей. Ведь условия Соловецкого архипелага в летнее время являются оптимальными для этих морских млекопитающих. Возможно, самый живописный вид Соловецкие острова приобретают осенью, когда вся растительность, среди которой преобладают махи, лишайники и мелкие кустарники, окрашивается в оттенки янтаря. До 20-х чисел сентября на островах продолжается позднее лето, своеобразный северный бархатный сезон. Уникальная архитектура, ее тесная и гармоничная связь с окружающим ландшафтом возводят историко-культурный комплекс Соловецких островов в ряд величайших мировых шедевров человеческого гения, и являют собой яркую иллюстрацию того, что вера и упорство способны создать поселения даже в негостеприимных местах. Соловецкий архипелаг находится на территории Архангельской области. Через Архангельс добраться на Соловки можно только самолетом. Также добраться до архипелага можно через Карелию, где есть два города-порта на Белом море – Кемп и Беломорск, из которых отправляются теплоходы к Соловецкому монастырю. Время в пути составит от двух часов.